Инвалиды оставили без жилья. В редакцию Стрельдамокского телевидения позвонили жильцы дома номер 15 на улице Льва Толстого. По их рассказам, сосед проживал с сестрой в этом доме, но она уехала. Почему родственник остался жить в подъезде? Да, квартиру продали в пятой квартире. Остался он здесь. Соседи рассказывают, что сестра Альфата Кунакбаева, Райса, переехала в Москву с дочкой. Почему оставила своего брата здесь без жилья, недоумевают. Житель со второго этажа живет в подъезде уже вторую или третью неделю. Родственники, сестра забрала паспорт. Паспорт забрала и ни пенсию не получает, и жить ему негде. Кто его кормит? Кормят все соседи. Он что-то о себе рассказывает? О себе, да. 51 год. Избили, лежит. Болит нога. Соседи дают еду, но не все жильцы готовы спокойно относиться к тому, что Альфат лежит на лестничной площадке. Рассказывают, что его неоднократно выгоняли на улицу. В один день Альфат вернулся избитым и с тех пор не может ходить. Съемочная группа вызвала скорую помощь. Приехавшая бригада осмотрела и госпитализировала инвалида с травмой бедра. Был доставлен 12 сентября текущего года в наше отделение с клиникой флегмона правого бедра. Была оказана медицинская помощь в объеме оперативного лечения, вскрытия флегмоны. Назначена адекватная антибактериальная терапия, противоинтекционная терапия. На данный момент пациент в стабильном состоянии, в средней степени тяжести, продолжает лечение под наблюдением хирургов, медицинского персонала, хирургического отделения. По словам врачей, Альфат Кунагбаев пробует в больнице не больше 7 дней. Куда он направится после больницы неизвестно. Если вы знаете этого человека или его семью, просим откликнуться и сообщить в редакцию Стерлитомахского телевидения. Зарема Фридман, Игорь Яковлев, Вадим Ямансаров, Стерлитомах, Служба новостей.